Всем привет! Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра. Российский офицер подорвался на армянской мине в Карабахе. Много раненых. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. В Нагорном Карабахе при взрыве мины пострадали офицер миротворческого подразделения вооруженных сил РФ и четверо сотрудников МЧС МКР. Погиб заместитель командира корпуса вооруженных сил Азербайджана, полковник Бабик Самидли. Офицер миротворческого подразделения вооруженных сил РФ получил ранение при взрыве мины в районе села Мадагис Мартакердского района, непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает РИА новости. Инцидент произошел 23 ноября. Российский военный был доставлен в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, рассказали в Минобороны РФ. Также пострадали четверо сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций НКР. Кроме того, при взрыве погиб заместитель командира корпуса вооруженных сил Азербайджана, полковник Бабик Самидли. Военные вместе с сотрудниками Международного комитета Красного Креста занимаются поисками тел погибших в недавнем вооруженном конфликте. В этот же день Минобороны РФ сообщило, что самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили в Карабах специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра. В несколько аэродромов Еревана прибыли более 100 российских военных специалистов, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы, разминирование Уран-6, бронетранспортеры и бронеавтомобили. Личный состав и техника в составе воинских колонн совершат марш по маршруту Ереван, Горис-Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта, с применением расчетов минно-розыскной службы и робототехнических комплексов, говорится в сообщении военного ведомства. Отряды разминирования будут работать в Карабахе как вручную, так и с помощью робототехнических средств. Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали соглашение, по которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Согласно документу, Ереван возвращает Баку Кельбаджирский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, предусмотрено введение в зону конфликта российских миротворцев из состава 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады, 1960 человек и 552 единицы техники. Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, рассказывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. ФСБ России осуществляет контроль за обеспечением Армении транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, включая беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Правительство РФ покроет финансирование расходов, связанных с деятельностью миротворцев. Цена такой операции – сотни миллионов долларов в год. Бои в Карабахе начались 27 сентября. Столкновения армянских и азербайджанских сил продолжались с переменным успехом до начала ноября, в результате обстрелов погибли несколько тысяч человек. В итоге войска Азербайджана взяли важный населенный пункт в Карабахе – город Шуши. На следующий день после этого стороны заключили соглашение о прекращении боевых действий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен провести серию встреч с представителями деловых кругов Армении для обсуждения вопросов возобновления экономической активности и улучшения инвестиционного климата в республике, сообщает сегодня пресс-служба армянского Кабмина. Пашинян провел в понедельник отдельные встречи с председателем Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсеном Казаряном, основателем концерна сил Хачатуром Сукиасиным, основателем компании Алекс Холдинг Самвелом Александином, владельцем компании Соврано Арманом Саакеном, собственником компании Спайка Давидом Казаряном. Главной темой обсуждений было укрепление связей между правительством и предпринимателями, продолжение инвестиционных проектов. Достигнуты конкретные договоренности отметили в правительстве. Никол Пашинян 18 ноября на своей странице в Facebook опубликовал план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в зоне Карабахского конфликта. По его словам, представленный план является дорожной картой выхода страны из кризиса. Пашинян заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию после войны в Карабахе и несет такую же основную ответственность за преодоление кризиса, обеспечение стабильности и безопасности в стране. При этом премьер пообещал отчитаться об исполнении по каждому пункту дорожной карты в июне 2021 года. Армянское население покидает перешедшие под контроль Азербайджана территории Нагорного Карабаха. А вот захотят ли азербайджанцы поселиться там, куда пришли российские военные, еще вопрос. Блогер Анти Колорадос пишет, что до 1 декабря вооруженные силы Армении должны оставить перешедшие под контроль Азербайджана территории, где начнется процесс деоккупации. Вместе села военными эти территории оставляет и мирное население. Блогер обращается к истории, вспоминая территории, бывшие ранее проблемными, судьба которых сложилась по-разному в зависимости от воли мирного населения. Например, Великое Герцогство Люксембург за свою многовековую историю существует как самостоятельное государство очень недолгий период. Но коренное население никогда не покидало эту территорию, ни при каких обстоятельствах. В результате сейчас это государство, пусть и маленькое, но с высоким уровнем жизни, со своим языком, культурой и традициями. Совсем другая история, у Восточной Пруссии, сейчас Калининградская область России. В 1945 году все коренное население этого региона было вынуждено бежать, спасаясь от советской армии. Колонны беженцев, которых советские войска все же догнали, постигла жуткая участь, мародерство, насилие, массовые убийства. В общем, это были десятки, если не сотни тысяч чикатил, с которых сняли намордники и пустили делать все, что им продиктует больная фантазия. Они это и делали. И если сравнить то, что делал известный маньяк с тем, что вытворяли красноармейцы, то на их фоне он был бы сопливым дилетантом и даже в чем-то альтруистом и филантропом, пишет блогер. И вспоминает, что единственным преступлением маньяка Чикатило, совершенным за пределами России, было убийство мальчика в украинском городе Иловайске, который в 2014 году стал печально известным. Получается, что из Ростовской области РФ в украинский город Иловайск въехал преступник, чтобы совершить мерзкое преступление. Символизм, однако. РФ сейчас имеет вид одного огромного чикатила, отмечает блогер. Смысловой посыл его поста, сомнение в том, захотят ли азербайджанцы поселиться на территории, где будут находиться российские миротворцы, продолжатели славных традиций советской армии. Или Карабах ждет печальное будущее безлюдной территории. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи.